Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают считают антихристом. Правильно, да? Причем на территории, где церковь наша православная дала такое прозвища ему. Как он мог? Как он мог? А теперь вопрос от уважаемой прессы. Радиомаяк Нижний Новгород. Привет вам от нижегородцев. Вы недавно были, будете еще, надеюсь, вас там любят и ценят. Нижний Новгород, да? Да. Привет. Вопрос такой. Неизбежное увлечение сольниками всегда или очень часто приводит к печальному процессу. Вы не мне это просто говорите. Я сольниками не занимаюсь. Совершенно. Тогда вопрос такой. Скажите, пожалуйста, если вдруг случится так, не дай бог, появятся две новые интересные группы... Забыли? Нет, нет, я задал вопрос. В случае, если процесс увлечения сольниками дойдет до цивилогического конца, появятся две новые интересные группы... Если появятся две хорошие рок-н-ролльные панк-группы или харк-кор-группы, я просто буду знать, что я прожил эту жизнь не зря. Вот и все. Спасибо. И привет своим поклонникам Нижний Новгород, пожалуйста. Да. Передайте, пожалуйста. Нижний Новгород. Нижний Новгород? Да. Спасибо. Это не Зига, это не Зига. Не путайте, не путайте. Это приветствие всех коммунистов. Ты что? Здравствуйте. Всего мира. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Дмитрий. Радиоэкстрим. Город от Радны. Вот подскажите, пожалуйста, как вы относитесь к футболу? Хей! Футбол. Хотели бы вы... А почему про хоккей не спрашиваете? Ну, про футбол, потому что сейчас идет... А почему про хоккей не спрашиваете? Евро-2012. Я вот хоккеист, на самом деле. Бывший хоккеист, на самом деле. А вам не нравится футбол, я так понимаю? Почему не нравится? Почему не нравится? Почему сразу про футбол, а не про хоккей, допустим, спрашиваете? Почему вот так вот? Мне нравится футбол. Я всегда люблю смотреть, как играет сборная Россия. Ну, я ненавижу клубный и распри. Потому что я не понимаю клубный футбол никак. Это легионеры. Допустим, раньше «Зенит» это был Питер. Полный Питер. Теперь же... Там половина легионеров. И о чем говорить, когда, допустим, Питер играет с Москвой. А у Москвы вообще, извините меня, играет там... Негр играет. И в чем... Не понимаю, в чем клуб. Может быть, там по бабкам хорошо все. Может, вот ради этого все. А смысла не понимаю. Вот и все. Сборная России, я понимаю. Допустим, чемпионат Европы, чемпионат России. Это клево. Ну, на самом деле, я всегда знал, что Россия это как в хоккее немцы. Вот так сравнить можно. Но я знаю, что Россия в хоккее, это как Бразилия в футболе. Михаил, еще такая просьба. Передайте, пожалуйста, как пожелание, наверное, молодым группам. Вот в нашем городе очень большое количество данных групп. Что вы им можете пожелать? Город какой? Отрадный Самарский область. Вот, надо город назвать-то. Городов-то много здесь. Как мне понять сразу. Отрадный, да? Замечательно. Ну что ж, главное, чтобы было на чем играть, и чтобы были помещения. Зачастую это подвал или гараж. Гараж это уже совсем круто. Ну что ж, я желаю этим ребятам, чтобы у них это все было. Михаил, здравствуйте. Было на вашем концерте акустика и электричество. Помните, как ты видел такое название. Хотелось бы спросить, будет еще что-то в этом роде выполняться? Имеется, когда мы играли Amplugged? Да, вот, именно вот с акустическими гитарами и так далее. И с элочелями, и с артистом. Да, да, да. Ну да. Наверное, да. Ну, просто сейчас не этим мы как бы заняты. Сейчас вся занятость — это Москва. Москва просто... Я имею в виду театр, ну... Нет ничего главного... Театр Демон, да, это был последний альбом. Мой любимый альбом, на самом деле. Где, наконец-то, вы показали, что такое Amplugged и что такое акустика. В своем понимании, как можно сыграть на акустических инструментах. Панк-рок, в принципе. Что и сделали. Но сейчас нет ничего важнее, кроме театра. Нет ничего важнее. Это самое главное. Здравствуйте, Михаил, автор радио Москва. Меня зовут Ольга. Я хотела бы спросить. Сегодня Бутусов сыграл практически пол своего выступления песни Цоя. Посвятил Цою, да, вот, в свое выступление. Зал пел. Вот как вы считаете, в чем вот заключается вот этот парадокс? Там на поле люди, которые родились уже после смерти Цоя. Они знают эти слова, и они поют хором. Вот как вы думаете, в чем парадокс? И если бы вы перепевали песню Цоя, то что это была бы за песня? Спасибо. Мы будем петь и участвовать, конечно же, в Екатеринбурге. Мы споем две песни. Мы только две песни как бы играем Цоя. Это «Следи за собой» и «Анархию». Да, мы сыграем их. Или вы хотите, чтобы мы тут их сыграли? Нет, я хочу узнать, в чем парадокс? Как вы считаете, в чем парадокс? Почему люди до сих пор знают слова этих песен? Уже 22 года прошло со дня его смерти, и люди до сих пор поют вот эти вот 180 тысяч хором. «А вы не поняли, кстати, Шнур хорошо сказал тут на концерте. Привет, мы... Все мы Алиса». Он, ну, так попрощался. «А вы не поняли, о чем он говорил?» Ну, в прямую я не могу сейчас объяснить это, но это надо подумать. В конце концов, надо музыку, на самом деле, слушать. Вот в чем дело. День добрый. Все, она задумалась, нормально. Все, убирайте ее. День добрый. Тимур Самигулин, город Уфа. Скажите, пожалуйста, вот в настоящее время закручиваются гайки с авторским правом, то есть, пресекают все возможности как-то копировать песни. Считаете ли вы возможным, ну, копирование ваших песен, свободное распространение, или же вы все-таки за то, чтобы их покупали на ваших альбомах? Я, конечно, понимаю, что вы за то, чтобы их покупали, но ваше отношение к распространению песен, там, через интернет и так далее? Ты знаешь, то, что сейчас произошло, ты имеешь в виду, пиратов больше не будет. Вот в чем дело-то. Я имею в виду, не знаю... Альбома больше не будет, мы сами будем... Только все через интернет. То есть, вы считаете, что это нормально, да? Нет, не нормально, но... Ну, никуда не денешься. Ну, это... Здесь, да, ничего не сделаешь. То есть, ну, мы будем создавать, понятное дело, ну, сами как бы... Людям все равно нужны пластинки, чтобы они были красивыми, красивыми. Альбома, 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 альбома. Ну, этот мир скоро будет построен... Мы все зависим от интернет, по-любому. То есть, альбома закручивать не надо на авторском праве, да? А какое... Причем авторское право здесь? Я не понимаю почему. — Пресекать всякие возможности распространения. — Нет, ты пойми, здесь, может быть, когда-то нам помогли пираты, понимаешь, да? Но в данный момент пираты — это и есть те, которые нарушают авторское право. А здесь будет четко, и не будет пиратов, уже они будут не нужны. Вот в чем дело. — Здравствуйте, Николай Хищняк. Скажите, пожалуйста, вот вы поддерживаете движение анархистов, анархию в целом, как идею. — Как вы относитесь к тому, что после «Марша миллионов» была задержана активистка анархистов Саша Духанина? Задержана за то, что кинула в ОМОНовцы камнем. — Чего сделала? — В ОМОНовцы кинула камнем. Когда там начался прессинг, когда людей начали зажимать, когда прорывать отцепление, она стояла в первых рядах, и ее осудили за то, что якобы она пыталась прорвать отцепление ОМОНовцев, и в составе с анархистами она кинула... — Крамнем кинулась в ОМОНовцы. — И ей сейчас до семи лет лишения свободы. — Так она же больно человеку сделала. Она не думала об этом? Она читала Кропоткина или нет? И почему она анархистка все называют? — Она стоит в движении анархистов. По-моему, питерского или московского. — Нет, это политика. Я могу объяснить, что такое анархия. Анархия — это, в первую очередь, это нельзя построить. Ни в коем случае. Это эволюция. Это когда человек прекратит бояться. А бояться — это значит, не будет религии никакой совершенно. И на этом основывается анархический строй. И все это... Мне долго это рассказать. И это все, в принципе, строй коммунистический. Это коммунизм. К чему наша страна шла, в результате не дошла, а вернулась обратно в Средневековье. А западные страны в это время уже давно социалистические. — Еще вопросы? — Что мерзко признавать, на самом деле. Ну так оно и есть, на самом деле. — Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, насколько изменилось творчество группы после ухода князя из нее? Стало... Ну, изменилась музыка или стало лучше, хуже? — Просто речь хочу твою понять, как бы, и самое... Ну, давай еще раз скажи, что ты сейчас хочешь сказать. — Как изменилось творчество вашей группы после ухода князя из нее? — А никак. Ну, в смысле, как? Ну, эм... — Он был одинокий на сцене без него сегодня? — Нет. Мне было хорошо на сцене. Я думаю, Андрей тоже самое... Ну, правда, он... Не так на сцене, как я, конечно, да? Но он добился своего. Он теперь один на сцене. И я думаю, он рад этому всему, что происходит. Мы больше уже не делим напополам. А мне все было хорошо на сцене. Я мог... Слева! Справа! Я мог... Даже не думать, что кто-то будет слева. Даже мог не думать, на самом деле. Опасался, в принципе, за гитариста, да? С другой стороны. Но... Все же обошлось. — И второй вопрос. Верите ли вы мистику? Или были какие-то истории, вот именно мистические, которые повлияли на вашу жизнь? — Я не понимаю... Верить — это слово... — Скажите, какие-то необъяснимые истории в вашей жизни, которые повлияли на жизнь вашу, на творчество? — Меня завораживают необъяснимые истории, особенно мистические. Но всему есть объяснение. Я верю в науку. И знаю, что все бабло, которое есть в мире, нужно тратить только на это. Если это не будет делать, люди себя поубивают. Это стопудово. И, в конце концов, земля истощится. Нужна другая земля. Ну... Типа это фантастика, да? — Спасибо. — А, я верю в фантастику, да. — Спасибо. И последний вопрос. — Добрый день, Михаил. Это «Взгляд.Инфо.Саратов». Хотел узнать, столько много пожеланий спрашивать насчет рок-групп, музыкантов. А вот сейчас удачный проект у вас — это «Опера Тонт», «Зонг Опера». Какие бы вы наставления, пожелания дали театралам? Я театралам какие пожелания дали? Вы просто не представляете, как на самом деле я... Как объяснить-то? Для меня театрал — это герои. Вот в чем дело. Все, что они делают — и я хочу делать. И... И буду это делать, да. Спасибо большое. Это был лучший представитель группы «Король и Шут». Спасибо за выступление на фестивале. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok